Меня слышно? О, отлично. Мир вам, друзья, дорогие. У нас сегодня такое сложное служение, потому что мы не все, кто хотели бы здесь быть. Потому что и пастора нет. Но кто-то в группе читали, там такой конспект был проповеди пастора Виталия. Такое очень хорошее, назидательное. Прямо хочется сказать аминь. И я не знаю, может быть, не все там подписаны? Если кто-то не подписан в группе «Христиане Сало», пожалуйста, подписывайтесь. И там очень хорошие мысли есть, которые вам помогут. Я вдогонку к этой мысли, которая для себя приняла действительно хорошая проповедь, мнение было. И пастор на злобу дня, что называется, там явился. Что вы знаете, у нас друзья с Хельсинки не приехали. Как-то звук какой-то не очень. Гормальный? С Хельсинки не приехали, потому что там несколько человек заболели, и церковь решила сделать такой карантин сегодня. Но среди народа Божьего поднялись мысли, что страшно. И пастор хорошо там все рассказал. Я не буду повторять его проповедь. Я так не смогу красиво. Но я хочу прочитать перед началом служения два стиха из Откровения, 21 главы, 7 и 8 стихи. Здесь так написано. Я думаю, что это про нас. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и делослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». Я хочу обудрить всех, кто из-за последних событий опасается. Это нормально опасаться и нормально не искушать Господа, не идти туда, где опасно для здоровья. Но я хочу вас обудрить. Даже если мы заболеем, и даже если мы умрем сегодня, поскольку мы с вами познакомились с Господом, то для нас это не будет большая трагедия. Просто мы раньше предстанем пред Ним. И не стоит этого бояться, потому что боязливых и неверных участь в озере огненном. А мы добудем побеждающими, которые наследуют все. Примите эту мысль, и давайте мы вместе с прославлением будем славить Господа. Спасибо. 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 Мир Божий, братья и сестры, Христос воскрес! Так прекрасно находиться здесь. В Библии написано, что ничего не отлучит нас от любви Божьей. Ничего, ни глубина, ни высота, ни смерть, ни какое-то благополучие. Ничего не отлучит нас от той любви, которой Господь возлюбил нас, каждого. А Бог есть любовь. И давайте славить Его, давайте благодарить Его за Его любовь к нам, каждому. За то, что Он умер, за то, что Он воскрес, за каждого из нас. И мы сегодня имеем жизнь вечную в Нем. Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя! Благодарим и превозносим Твое святое имя за то, что сегодня можем присутствовать, Господь, здесь, за то, что можем благодарить Тебя, за то, что можем славить Тебя, потому что Ты достоин. Ты достоин хвалы, Ты достоин благодарения, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня живы, за то, что сегодня не болеем. Мы можем, Господь, приходить к Тебе такие, какие мы есть, за то, что Ты исцеляешь наши сердца, За то, что Ты исцеляешь нас За все благодарим Тебя, Господь За все превозносим Тебя За все, Господь, славим Тебя За эту жизнь, Господь, здесь на земле И за ту надежду, которую Ты подарил нам, Господь Благодарим Тебя и превозносим Твое святое имя Слава Тебе, Господь, слава Тебе, наш Царь, Господь Прихожу к Тебе я с хвалою Чудеса Твои великие и любовь Твоя сильна Прихожу к Тебе я с хвалою Чудеса Твои великие и любовь Твоя сильна О, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты И другого нет, как Ты О, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты И другого нет, как Ты Прихожу к Тебе я с хвалою И в глазах Твоих я вижу Как Ты добр ко мне и благ Ты велик, Ты прекрасен и велик И любовь Твоя сильна 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 О, Ты велик, Ты прекрасен и велик И любовь Твоя сильна И любовь Твоя сильна И любовь Твоя сильна И любовь Твоя сильна, и любовь Твоя сильна. И любовь Твоя сильна, и любовь Твоя сильна, и любовь Твоя сильна. Славь Его в духе, в духе и радости воздай, благодарность Отцу. Для всех, кто грустит в Сионе, я имею великую власть. Помазать елеем радости, дать мир вам и благодать. Одежду радости накинь, вместо духа уныния, воскликни хвалу Творцу. Славь Его в духе, в духе и радости воздай, благодарность Отцу. Сделайте шаг навстречу, к вам руки протянет Он. Вышний хвала не умолкнет, пусть воспоет Сион. Одежду радости накинь, вместо духа уныния, воскликни хвалу Творцу. Славь Его в духе, в духе и радости воздай, благодарность Отцу. Славь Его в духе, в духе и радости воздай, благодарность Отцу. Одежду радости накинь, вместо духа уныния, воскликни хвалу Творцу. Славь Его в духе, в духе и радости воздай, благодарность Отцу. Славь Его в духе, в духе и радости воздай, благодарность Отцу. Воздай благодарность Отцу. Воздай благодарность Отцу. Аллилуйя, Аллилуйя, Святый Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим и славим Тебя, Господь, за то, что Ты спас нас, Господь, за то, что Ты дал нам жизнь вечную, за то, что Ты дал нам такую радость сердца наши. Просто знать, что мы придем туда, к престолу благодати Твоей, Господь. Благодарим Тебя за любовь, которая никогда не перестает. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою силу, Господь. Мы благодарим Тебя за победу, которую, Господь, Ты совершил там на кресте. Потому что Ты победитель, Ты победитель, Господь. И мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за эту жизнь, которую Ты подарил нам, Господь. За то, что можем иметь, Господь, спасение, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим за любовь, Господь. Благодарим Тебя за то, что сохранил нас в этом мире, Господь И спас нас, нашел нас, Господь Благодарим Тебя и славим Тебя за Твою победу, Иисус Святый Царь, святый, святый, святый Достоин, достоин хвалы, Господь Аллилуйя, Иисус Аллилуйя, Иисус Иисус победитель, Иисус победитель Взял мои болезни, грехи вознес на крест Иисус победитель, Иисус победитель Хвала Тебе за Сына Бог Отец Иисус победитель, Иисус победитель Взял мои болезни, грехи вознес на крест Иисус победитель, Иисус победитель Хвала Тебе за Сына Бог Отец Иисус победитель, Иисус победитель Хвала Тебе за Сына Бог Отец Иисус победитель, Иисус победитель Хвала Тебе за Сына Бог Отец Иисус победитель, Иисус победитель 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 Иисус победитель, Иисус победитель, Иисус победитель Иисус победитель, Иисус победитель, Иисус победитель Хвала тебе за Сына Бога Тебя. Аллилуйя, Господь, благодарим и славим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя за жертву Твою, Господь, За то, что Ты воскрес, за то, что мы имеем это спасение. Аллилуйя, аллилуйя, славим Тебя, славим Тебя и благодарим Тебя, Господь. ПЕСНЯ В крови Христа Сердцем в свободу Христову войти Есть сила в Его крови Сила Божья, сила Божья Животворная в крови Христа Сила Божья, сила Божья Животворная в драгоценной крови Христа Хочешь ли гордость и страсть умертвить Есть сила в крови, в крови Христа Может Христос весь твой грех удалить Есть сила в Его крови Сила Божья, сила Божья Животворная в крови Христа Сила Божья, сила Божья Животворная в драгоценной крови Христа Жаждешь ли снега белее ты быть Есть сила в крови, в крови Христа Кровь Иисуса Кровь Иисуса все может омыть Есть сила в Его крови Сила Божья, сила Божья Животворная в драгоценной крови Христа Господу хочешь ли верно служить Есть сила в крови Христа Есть сила в крови Христа Сила Божья, сила Божья Животворная в драгоценной крови Христа Сила Божья, сила Божья Животворная в крови Христа Сила Божья, сила Божья Животворная в драгоценной крови Христа В драгоценной крови Христа В драгоценной крови Христа Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за Твою кровь Славим Тебя и превозносим Тебя, Господь За то, что Ты здесь, за то, что Ты посетил нас, Господь Благослови это собрание, Господь Каждого, кто пришел сюда на этом месте, посетил Просто будь в сердцах наших, Господь Ты знаешь нас, наши нужды, наши переживания, Господь Наши сердечные раны, Господь Ты знаешь их и Ты доктор, который Лучше всех может помочь каждому из нас Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сердцеведец От Тебя ничего не скрыто, Господь Мы благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нас За то, что Ты обеспечиваешь нас За то, что Ты любишь нас, Господь За то, что Ты знаешь каждый наш шаг, Господь По этой земле, и Ты готовил для нас жизнь вечную, Господь Дай нам прожить здесь, на этой земле достойно Достойно Царствия Божьего, Господь И донести, Господь, свою веру, Господь До конца, Господь Мы благодарим Тебя, Господь Мы славим Тебя за Твою великую любовь Которая никогда, никогда не перестает, Господь Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты великий Бог Которому ничего не может быть преградой, Господь Я благодарю Тебя за это Я благодарю и славлю Тебя, потому что Ты сильный Бог Славлю Тебя и превозношу Тебя, Господь Благослови это собрание, Господь Не пройди, Господь Никого не оставь, Господь Мы благодарим Тебя и славим Тебя За Твой Дух Святой, который здесь, на этом месте Мы превозносим Тебя И благодарим Тебя, Господь Будь прославлен здесь Во имя Иисуса Христа Аминь Не знаю, микрофон работает, не слышно меня, да? Христос воскрес Да, и чудо не только то, что Христос воскрес когда-то там, да? В Иудее, когда, в общем-то, мы еще не родились Чудо в том, что Он воскрес в нашей жизни И поэтому мы с вами здесь Мы с вами не все родственники, да? Мы не знали бы друг друга, если бы Христос не родился Если бы Он не родился в нашей жизни Если бы Он не воскрес в нашей жизни И я хочу посредительствовать Поделиться с вами тоже своей маленькой радостью Я все еще живу, слава Богу Да, вы видите, я немножко сижу В среду у меня была еще одна операция Уже пятая или шестая И, знаете, чем вот слабее мы физически, тем сильнее Дух в нас И не знаю, как так работает Это удивительно Что когда плод немощна, Он Дух, Он силен И это не значит, что Бог хочет, ну, все время Чтобы у нас были какие-то неприятности в жизни Ну, я не верю так Но в моей жизни за последние почти два года Произошло очень много интересных таких событий Которые изменили мою жизнь Они Убрали акцент Ну, моя жизнь, она была такая Вроде тоже хорошая христианская жизнь Но Было много вещей, которые были внешние И Через Ситуации разные Которые мне пришлось пройти за это время Я поняла, что Моя жизнь не зависит не от Состояния Не от физического состояния Не от материального состояния Не от эмоционального состояния Оно не зависит от того Есть ли у меня дети Есть ли у меня семья Есть ли у меня друзья Есть ли у меня там Враг Кто-то хочет замуж Или нет От этого всего Моя жизнь не зависит Моя жизнь зависит только от одного Она зависит от Христа у меня И вот Если я соединена с Ним То тогда я живу А если нету этого соединения Сверхъестественного соединения С Богом Тогда, в общем-то Такая жизнь скучная Она ничего не рождает И я очень благодарю Бога Я благодарю Бога за аварию Которая произошла в моей жизни И я благодарю Бога за Какие-то трудности Которые вместе с Ним Мне удалось пережить И я благодарю Бога за то, что Иисус, которого я знала раньше Как через такое Смутное стекло Рассматривая Я стала его видеть яснее Ясно И сегодня я Знаете Я знаю, что во мне есть Христос Жизнь Которая меня держит на этой земле И не важно, что происходит с нами Не важно Есть ли у нас силы На преодоление того, что с нами происходит Если в нас есть Христос Это и есть сила Сила, которая подняла Христа из мертвых И эта сила То, что мы празднуем сегодня Эта сила есть в нас Если вы ходите в церковь много лет Или, может быть, первый раз пришли Если вы Ну, Библию знаете наизусть Или никогда ее не читали Но если в вашей жизни не произошла Такая встреча с Богом Вот такая настоящая Когда жизнь разделилась на до встречи Это и после То задумайтесь Есть еще сегодня шанс Возможность Нам встретиться с Богом И когда мы встречаемся с Ним Там внутри все есть Тогда внутри нас зажигается огонь Который не гаснет И его не тушит ничего Ни обстоятельства Ни боль Ни потери Ничего не тушит этот огонь Он только разгорается От того, что трудности происходят Это как ветер Что когда есть костер внутри То ветер Он разжигает костер Поэтому я поздравляю всех вас И я желаю, чтобы Не свеча была Которая тухнет от ветра А чтобы у нас был внутри костер Который разгорается От ветра И пусть эти ветер Который в нашей жизни Бывает ветра Пусть это просто ветер Надует парус И ускорит наш путь в вечность Пусть Бог будет прославлен Я благодарю Бога Слава Богу, что Он воскрес Пока идет Давид Я хотел попросить Давайте мы помолимся Он первый раз будет проповедовать Давайте помолимся И поддержим его Иди, иди, иди Отец Небесный Мы благодарим тебя Господь За то, что ты Господь Избираешь Господь Вкладываешь Слово Твое Божие Я прошу тебя Во имя Иисуса Христа Благослови Давида Господь Дай ему Господь смелости Господь Дай ему то Слово, которое Ты приготовил для нас И Господь наполни Духом Святым Всех нас Господь Чтобы то, что ты для нас Приготовил Чтобы мы смогли услышать И чтобы никто не помешал Аминь Здравствуйте Меня зовут Давид Как папа сказал Я действительно Первый раз По крайней мере по-русски Проповедую сегодня Поэтому я немножко Переживаю Я бы хотел проповедовать Сегодня на такую тему Кто Бог для нас Давайте начнем Что-ли То понятие, что Бог Для нас друг Одновременно верно и неверно Бог хочет проводить с нами время И быть с нами Это да Но если мы будем о Нем как о друге Мы можем подумать Что Он с нами на одной ступени Что Однозначно неверно И опять звучит вопрос Кто Бог для нас Существует также мнение о том Что Бог является судьей Который сидит в небе И только взвешивает наши поступки Но это тоже наполовину правильно А наполовину нет Бог хочет проводить с нами время И слушать нас А также Он будет наказывать нас Если мы будем грешить И опять же звучит избитый вопрос уже Наверное Кто Бог для нас И я бы хотел Сейчас прочитать Евреям Двенадцатую главу С четвертого по восьмой стих Вы еще не до крови сражались Подвязаясь против греха И забыли утешение Которое предлагается вам Как сынам Сын мой Не пренебрегай наказания Господня И не унивай Когда Он обличает тебя Ибо Господь Кого любит Того наказывает Бьет же Всякого сына Которого принимает Если вы терпите наказание То Бог Поступает с вами Как с сынами Ибо Есть ли какой сын Которого бы не наказывал Отец Если же Остаетесь без наказания Которое Всем Общее То вы Незаконные дети Вы Незаконные дети А не сыны И Опираясь на это слово Из Библии Я пришел К такому Мнению Что Самое подходящее Звание для Бога Это Отец Ему интересно Проводить с нами Время И Он это делает Постоянно Но так же Он не хочет Чтобы мы Делали ошибки Поэтому Ему приходится Наказывать нас Но при этом Его наказание Не отменяет Его любовь А только подчеркивает Так что Если мы будем Слушать Наставления Такого Отца То я верю Что все В нашей жизни Будет прекрасно Слава Богу Спасибо 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 Дорогие друзья Дорогая церковь Я вас тоже приветствую И не важно По какому календарю Но Наш Господь живой Воистину Воскрес И пусть Каждый день Будет в наших жизнях Живой И уже вот Надя говорила о том Что Паруса Чтобы Дух Святой надул Чтобы мы приближались Царствию Небесному Такой вопрос К каждому А жду ли я Господа Может быть мне так хорошо Здесь на земле И я не Ожидаю его так сильно И я бы тоже хотела Прославить Господа Песня на сегодня Песня на сегодня Песня на сегодня По пламени огня По пламени огня По ду И мы ждем тот день Божий день Господь откроет небеса Его дворица истина Закончится ночь Закончится ночь И сила тьмы Любовь утрат твою Слеза Раступит стран И суету Тут новое Что не все Сохотворит Ту День так призак И милости ручей Целительные леи прольет Ту День так призак Когда славою Своей соберет Господь детей в стаиле. И мы ждем ползень Божий день. Господь откроет небеса, и подборится истина. Закончится ночь, и сила тьмы. Любовь утро твою связу, разгонит страх и сунету. Бог новое все сотворит. Кто день так близок? Кто день так близок? Близок день, Божий день. Близок день, Божий день. Близок день, Божий день. Господь откроет небеса, и подборится истина. Закончится ночь, и сила тьмы. Любовь утро твою связу, разгонит страх и сунету. Бог новое все сотворит. Бог новое все сотворит. Где, че? . Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Это вторая жизнь, которую подарил нам Христос. И эта жизнь, она не от того, что мы чего-то заслужили, она не от того, что мы чего-то достигли, но она от того, что Иисус Христос, Он пришел на эту землю, что Отец, Он послал Сына Своего не для того, чтобы наказать этот мир, как говорила сегодня Надежда, не для того, чтобы осудить этот мир, но для того, чтобы подарить спасение. Спасение каждому человеку. И хотел бы я еще взять местописание, местописание, которое написано от Матфея, 22 глава, 30... Давайте с 35 стиха. Там написано, что один из них, ну, человек, законник, и, скушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Это заповедей было много. Немножко прервемся на этом месте. Что когда Господь выводил Израиль из Египта, из этого плена, через Моисея, Он дал закон через Моисея. И если мы читаем второзаконие, или Левит, или еще дальше, ну, точнее, предыдущие книги, назад уходим, то мы видим, что Господь по каждому, по каждому, может быть, по каждой ситуации, по каждому плану, Он говорил, что нужно делать, как нужно поступать, как надо поступить с той или иной жертвой, как прощать, если что-то, ну, что-то случается. А тут человек спросил, что, какая наибольшая заповедь? Заповедей много, что нужно двенадцать точно исполнять, а еще там закон на закон, как говорили. И Он спросил. Иисус с легкостью ответил и говорил. Тридцать седьмой стих. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. И если мы свою жизнь как-то переосмыслим или задумываемся, вообще, если мы любим Бога, то мы уже как-то по-другому смотрим на мир. Но есть другие крайности. мы можем говорить, что мы любим Бога, мы за Бога сделаем то или другое. Если мы вспоминаем историю и знаменитые крестовые походы, знаменитые, такие хорошие, такие насыщенные, полноценные, кровопролитные крестовые походы, что рубили головы направо и налево, но за Христа. Они не видели той второй заповеди, которой дальше написано, что вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И на этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. И да, мы можем говорить, что я люблю Бога, я делаю для Него то или иное, я, к примеру, хожу, играю, пою, я для Бога пою, но если у меня ожесточение какое-то в сердце на брата своего или сестру, то как я могу сказать, что я люблю Бога? и я для себя подумал, что если я не могу смотреть спокойно на то, как не будем говорить о посторонних людях, которые, ну, может быть, на работе сотрудники или знакомые, они далеко, они не с нами. Ну, они с нами, мы их знаем, они хорошие люди могут быть, но берем ближе родной брат, если я обиделся на него или он что-то сделал мне нехорошее, у меня обида внутри живет, но я люблю Бога, я все делаю, я служу в церкви, но у меня обида на брата, то как я могу сказать, что я люблю Бога, если я не люблю брата? Потому что Господь, Он возлюбил каждого, и всем известный стих Иоанна 3,16, что Бог возлюбил не брата моего или не только меня, но Он возлюбил каждого, Он возлюбил весь мир, чтобы все имели спасение, чтобы все имели освобождение и жизнь вечную. и я не помню точно местописание, но также сказано, что если ты идешь к жертвеннику, имеешь что-то на брата своего, то прежде иди примирись с братом своим, а потом уже иди приноси жертву. Потому что уже своими словами говорю, что потому что вот эта жертва или это действие, оно не будет иметь никакого смысла, если сердце не до конца посвящено Богу. Очень знакомая нам история, которая записана в бытие. Не будем его открывать, там листать много, но история про двух братьев, хороших братьев, даже не может быть, а точно это были два первых брата, которые были рождены в этом мире. Это был Каин и Авель. Все бы хорошо, но сердце, сердце у одного и у другого были разные. и мы же знаем, какое было последствие. Последствие не только жертвы, которая была принесена, но последствия дел, которые один брат совершил против другого. Он, может быть, потом и жалел, что нету брата, но то, что уже совершено было, уже нельзя было решить, хотя Господь предупреждал. И если мы вспомним еще раз, возвращаемся к Библии и вот к этим двум заповедям, которые написаны, это вот суть, которая должна быть в нашей жизни. Потому что от Иоанна, первое Иоанна, не первое Иоанна, второе соборное послание Иоанна, там всего одна глава, вот. С пятого стиха. Давайте с четвертого. Где Иоанн пишет, он уже написано, что старец, и пишет, что «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца «И ныне прошу, госпожа, не как новую заповедь предписывая о тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». И написано, что вот эта заповедь, она была отдана от Отца. И Иисус говорил, что «Я говорю то, что говорит мне Отец, что я видел, что я слышал, что это я передаю вам». И Иоанн говорит, что эта заповедь не новая, но она отдана от Отца, чтобы мы любили друг друга. И шестой стих «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. это и есть та заповедь, которая заповедь любви. И Иисус Христос, Он пришел на эту землю не для того, как повторюсь, не для того, чтобы осудить этот мир, не для того, чтобы сказать, что вот ты здесь запнулся, ты не попадешь в рай. Ты грешник, и тебе нет места среди нас. А вот мы такие святые, мы такие хорошие, мы держимся, мы сильны, а вот эти люди, они не могут, у них нету силы, они слабы. но здесь написано, что любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его, а заповеди любите друг друга. Нам нужно возлюбить Господа Бога твоего, как написано, всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всем, что есть. Но также надо любить и ближнего своего, как самого себя. И это самое главное, потому что Иисус, Он ходил по этой земле не для того, чтобы только двенадцать человек, двенадцать учеников только с ними обсуждать какие-то вопросы и говорить, это надо поступать так или иначе, но Он говорил так, чтобы жизнь выливалась в Его словах, чтобы люди видели не тот закон и постановление, что нужно поступать так, вот двенадцать заповедей исполняешь, молодец, ты иди дальше, только надо их исполнять, больше ничего, нет. Он сказал, ты живи, но ты живи в любви, чтобы любовь твоя, она изливалась к окружающим людям. И мы сегодня слышали, что не только сегодня слышали. Вообще в России сегодняшний день Пасха, и перед этим это вот Христос воскрес, вот этот день. И многие люди думают, что это только может куличи какие-то надо испечь, или надо яйца покрасить, может еще что-то, но за этим всем не видят сути, что это такое. Но это воскресение и нашей жизни, что Христос, Он так возлюбил этот мир, что Он умер для того, чтобы мы имели жизнь. и Он умер не для того, чтобы и мы думали, что вот мы живем, а для чего мы живем, все равно умрем. Но Он говорит, что Евангелие от Иоанна, 14 глава, это до того, как пришли стражники и забрали его в Гефсиманском саду. В 14 главе с 1 стиха написано, «Да не смущается сердце ваше, веруете в Бога и в меня веруете. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я, а куда я иду, вы знаете, и путь знаете». и мы знаем, что путь, куда идет Христос, куда Он шел, мы теперь знаем, что это и есть Иисус Христос, Он есть тот путь. Он сказал, что Я есть путь и истина, и жизнь. И как я говорил, что 11 стих этой главы написано, что «Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне, а если не так, то верьте Мне по самим делам». «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше всех сотворит, потому что Я в Отце Моем иду, потому что Я к Отцу Моему иду». И у нас есть великое приобретение, приобретение знать Христа, Великое приобретение иметь вот Библию, вот этот можно сказать, не можно сказать, так и есть, этот меч духовный, который, через который мы подкрепляемся, когда мы читаем, мы назидаемся, или по-другому, мы учимся, учимся новому, как поступать в той или иной ситуации, мы учимся любить ближних, мы учимся любить врагов, мы учимся не гневаться, мы учимся не говорить, что вот ты там сделал неправильно, и тут сказал не то, мы учимся говорить или молчать в той ситуации, когда это очень трудно, мы учимся благословлять, мы учимся быть похожим на Иисуса Христа, который жил на этой земле, который ходил с учениками, терпел какие-то издержки, какие-то недостатки, потому что, если мы вспоминаем, были проблемы, когда он учил, был недостаток и в еде, он говорил, что есть у нас что-то поесть, ну, я своими словами, простите, пожалуйста, что-то поесть, чтобы накормить вот столько людей, там, когда было 4 тысячи, 5 тысяч накормить, и он это все показывал для того, чтобы они увидели Бога, чтобы они увидели Отца через Него, и он показывал любовь в этом, не то, что он может накормить, а то, что он заботится о каждом. Есть такая песня, что Бог любит малых воробьев от гибели храня, если любит Бог детей, он любит меня. И нам надо помнить, что если Господь до сего дня сохранил нас, дал возможности утром проснуться, дал возможности еще ходить, силы стоять на ногах, говорить, это уже благословение Божие, это уже радость, которая должна быть у нас всегда. Бог живой, это самое главное. И вот эта вот любовь, которую он заключил, можно сказать, в этой книге, она должна быть отражением и нашей жизни. И мы должны быть отражением для окружающих нас людей, которые, может быть, нас не знают, но он говорит, что по делам, смотрите, как я делаю, если вы не верите, тогда делам моим верите. И нам нужно, чтобы и наши дела также отражались и были не как наши дела, что мы можем так говорить или так петь или стоять, но чтобы оно было как отражение славы Божьей, чтобы дела наши отражали Христа. И если это будет так, то это будет для нас богатство, это будет для нас награда, но еще с каким сердцем мы будем говорить. Мы можем, конечно, извините, я немножко перейду на другую тему, немножко, что мы можем сказать, что мы голодного накормили, того приютили и сказать, что вот, мы награду себе делаем. И эта награда, если мы с таким умыслом совершаем ее, то эта награда, она не будет наградой. Она будет просто пустыми делами. Но если эта награда будет, если эти дела будут от чистого сердца, то мы не будем уже думать о том, сделали мы, получили бы награду, совершили или не получили эту награду, определенную. Потому что Павел пишет, что бегите, бегите как на ресталище. Ну, в общем, по-русски бегите, когда спортсмены бегут, чтобы победить, чтобы не опоздать, чтобы какое-то место занять. И нам нужно тоже бежать, всегда слушать слово, что Господь хочет сказать нам. Всегда искать его, искать его любви. Потому что он говорит, что первая заповедь возлюби Господа Бога твоего, а вторая подобная ей возлюби ближнего твоего. И нам всегда нужно помнить, если не достает чего-то, Господь, помоги мне любить моего ближнего. Помоги, если мне чего-то жалко, каких-то вещей, помоги мне их отпустить, чтобы мне не было жалко чего-то, и отдать ближнему. Потому что нам не нужно цепляться за какие-то вещи материальные, потому что Господь, Он духовен. И самое главное, иметь любовь между собой. еще раз повторюсь, вот такой стих Иоанна 3,16, что «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот такая любовь должна быть и у нас. И слава Господу, что мы имеем ее. Я верю, что мы тут не для того, чтобы показать, что мы умеем, но мы для того, чтобы получить от Господа что-то новое. потому что Господь возлюбил каждого из нас. И слава им за это. Аминь. Пока сестра выходит, я личное свидетельство. Вот Вася такую вещь говорил хорошую, что весь запад видит. Все, все, все вместе весь запад видит. Возлюбий Господа Бога всем сердцем твоим, всей крепостью твоему и ближнего, как своего себя. И мы все говорим аминь. И я всегда говорю аминь, конечно. Я же люблю ближних, я же брата люблю, сестру люблю. И естественно я учусь. А первым Петра в пятом главе, пятом стихе написано подчиняйтесь друг другу, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым. И я тоже говорю, ну я учусь, подчиняюсь. И знаете, недавно я получил откровение. Вот легко в принципе какому-то брату подчиняться. Он наверное мудрый, духовный. А вот как жене подчиняться? Написано друг другу, да? А знаете, я прочитал удивительное место, лично для себя, не знаю, для каждого, смотрите сами, 1 Коринфянам 7,4. Там написано муж не властен над своим телом, но жена. Слушайте, у меня жена, она такой диетолог. Она смотрит, что мне можно есть, что нельзя. И очень много таких вещей, которые я бы как-нибудь увернуться хотел от тебя. И тут я получил откровение такое. Знаете, я не могу сказать, что я прямо в нем усовершился, но для себя получил откровение, что если я люблю Господа, и если я люблю ближнего, то мне надо научаться и подчиняться, то есть смирению научиться, подчиняться ближнему, брату духовному, пастору. Оказывается, еще и надо научиться слушать, когда жена говорит, что есть, а что нет. Это вам на заметку. Приветствую всех. Я бы хотела сегодня рассказать свидетельство о своей жизни. Со мной произошел один случай два года назад, как раз перед Пасхой, поэтому я его держала к Пасхе ближе. Это свидетельство. Оно случилось в Украине, но прежде чем перейти к ним, я немножечко сделаю такой экскурс. В Украине нет таких велодорожек, как в Финляндии. То есть на велосипедах можно ехать или по проезжей части вместе с машинами параллельно, или же ехать по пешеходному тротуару. Выбор невелик, потому что и там плохие дороги, и там плохие дороги. То есть едем на свое усмотрение, как говорится. И вот два года назад нашей собаке было 10 месяцев, то есть можете себе представить, это еще как бы вот такой необузданный подросток. И с собакой я ездила днем в парк, гуляла и ехала домой. Это было около Лоунас в Финляндии, 11-12 часов дня. Однажды мы с ней погуляли в парке, она выбегалась, и думаю, прежде чем возвращаться с ней домой, то есть я ехала на велосипеде и собаку держала на поводке. Думаю, заеду еще в одно место, решу свои вопросы, буквально тут недалеко, и вернемся с ней домой. Заезжаю, решаю вопросы и принимаю решение, что я домой вернусь не той дорогой, которую собака знает, я знаю, а вернемся параллельной дорогой, потому что на параллельной дороге как раз только положили асфальт на пешеходной дорожке. Думаю, это же как раз хорошо, удобно, но у нашей собаки есть одна слабость, она очень любит дружить с другими, только другие коты, например, или белки в Финляндии, да, они об этом не знают. Да, и вот едем мы с ней по улице, по пешеходной дорожке, и я знаю, что я должна очень внимательно смотреть, что если я вижу какого-то кота, а в Украине коты бегают как белки в Финляндии, я должна ей или спрыгнуть с велосипеда вовремя, или дать ей команду, потому что она еще у нас молодая, еще плохо подчиняется команде. И вот я еду, наслаждаюсь весной, весна в Украине очень красивая, перед Пасхой все цветут, деревья, то есть просто красота неописуемая, и я не замечаю кота, но собака его увидела раньше меня. Естественно, она дергает, и я падаю с велосипеда без шлема, шлема это только в Финляндии, наверное, тогда у меня его не было. Я падаю, да, с велосипеда лицом в траву, слава богу, это было лицо, трава высокая, уже мягкая, но падаю перед этим котом, и кот в западне, то есть как бы вот такой вот угол. Получается, кот, собака, я. И вся агрессия кота, можете себе представить, она падает не на собаку, а на меня. И кот своими лапами несколько раз вот таким образом проводит по моей голове. волосы у меня были заплетены в косичку, и вот она вдоль вот так вот несколько раз проводит. Я почувствовала, так хорошо почувствовала эти когти несколько раз. Я встаю, поднимаю велосипед, поднимаю собаку, и чувствую, что у меня так льется. Я рукой сюда, а рука вся в крови полностью, вот прям стекает. У меня такой легкий шок, то есть я себя, в принципе, хорошо чувствую. Начинается легкая дрожь непонятная, и, вы знаете, дальше начинают происходить невероятные вещи. Вот действительно у Бога все под контролем. Даже вот я попала в ситуацию, по сути, можно сказать, по своей собственной вине. Но как Господь помогает, как Господь заботится о нас, это просто Божья милость. На другой стороне улицы шла женщина, я ее позвала, помогите мне, пожалуйста, потому что одной рукой я держу собаку, другой уже невозможно ничего этой рукой делать, она грязная, помогите мне достать салфетки. В рюкзаке у меня были салфетки, она мне помогает, я начинаю этими мокрыми салфетками вытирать, и тут идет мужчина, два мужчины идут в средних лет, посмотрели на меня, на всю эту картину, я себя не видела, но это, наверное, было ужасно, вам надо скорая, какая скорая, посмотрите на мой багаж, велосипед, собака, какая скорая, вам надо скорая, и вот они так настоятельно мне говорят, я не могу, мне надо домой, они, вы себя не видите со стороны, и вот они мне предлагают выход, мы здесь на следующем квартале, мы работаем, мы заберем вашу собаку, заберем ваш велосипед, это школа, лицея, гараж, то есть полностью забора, все, ваши вещи там постоят, и вы поедете, потом заберете, говорю, подождите, вы работаете в этом лице, и они, да, у меня там сын учится, они идут, в каком классе, я называю, они все знают, да, Валера, в каком-то классе, они все знают, они его бегут, зовут Валеру, вызывают мне скорую, зовут Валеру, и вы знаете, вот у меня мысль, так я же могу сама позвонить Валере, а потом я уже ехала, когда в скорой, я понимаю, а как бы я ему позвонила, ну кто бы мне ответил, как бы он мог мне ответить, не как, то есть Господь уже предусмотрел этих двух учителей конкретно с этого лицея, дальше, они вызывают скорую, и как бы уходят, проходит буквально 3 минуты, вот так вот, навстречу мне, из Т-образного перекрестка едет скорая, это просто невозможно, даже по всем, ну вот, лучшим, так сказать, раскладам, даже при всех зеленых светофорах, с того места, где находятся скорые в нашем городе, ну это в лучшем случае 10-15 минут было бы, 3 минуты, скорая едет прямо на меня, то есть она видать ехала с какого-то вызова, наверное, возвращалась, и вот прямо они сами видят меня, уже даже, наверное, без вызова, они приехали, обработали меня тут же, то есть Валера, когда прибежал со школы, я уже была, сидела в скорой машине, уже мне все повытирали, обработали, то есть скорая приехала даже быстрее, чем Валера, но это еще не все, третий факт, пока я стояла, ждала скорую, идет сестричка с нашей церкви, забирать ребенка, а на другом квартале, вот с другой стороны, школа, где учится ее младший сын, первый класс, и родители обычно забирают детей со школы, и она идет забирать своего сына и видит эту ситуацию, она со мной и говорит, мы о тебе будем молиться, все, то есть тебе денег надо дать, у нас надо платить сразу, да, в скорой, да, надо заплатить, ну, то есть когда привезут на обработку, и вот эта сестра поддержала меня, и вы знаете, три этих факта, которые, ну, вот настолько невероятным образом сложились, ну, это просто вот явно видно, что это Господь, мы бы даже захотели такое придумать, вот не придумаешь, но на этом история не заканчивается, да, Валерчик приходит, забирает собаку, велосипед уводит, меня скоро увозят в травмпункт, надо было зашивать, мне сказали однозначно, надо зашивать, и вот пока мы едем, я всей своей головой ощутила все камушки на дорогах, потому что у нас дороги очень неровные, и тут начинаются атаки, вот эта женщина, медсестра, которая меня обрабатывала, она мне сразу такие установки дает, ты ни в коем случае не говоришь, что тебя поцарапали, ты должна сказать, что ты поранилась, там, шифер или что-нибудь, какую-нибудь вещь, как, зачем, зачем мне надо обманывать, ты не представляешь, что тебя ожидает, если ты скажешь правду, оказывается, царапание животного приравнивается к укусу, и укус, это, значит, надо делать уколы от бешенства, да, сейчас это уже не 40 уколов, как когда-то было раньше, нет, сейчас это 5 уколов, но они очень опасные, точнее, как опасные, ну, просто они не хорошие для нашего организма, так сказать, и вот она мне начинает объяснять, что ни в коем случае не говорит, но я ж только что пережила такое вот явное божье водительство, как я могу соврать, как я могу сказать, что это шифер был, от меня привозят трампункт, я говорю правду, что это код, они, ну, все, сама виновата, ты попала, и каким же образом я попала, меня начинают уже с зашитой, перебинтованной головой возить по всем больницам, искать эту акцину, в какой больнице она находится, чтобы уголовить, в итоге находят ее, и говорят мне, ты уже сегодня, мы не успеем, иди домой, и на 8 утра ты приходишь в определенную больницу, мы тебя положим и будем колоть эту вакцину, а она должна не просто, кололи, иди домой, нет, надо остаться в больнице, то есть не отпускают, настолько она серьезна, могут быть побочные реакции, и врачи должны сразу отреагировать, если что, и вот я приезжаю на следующий день в 8 утра, ложусь в эту больницу, и вы знаете, опять-таки начинаются вот эти вот атаки, второй раз, врач, который меня принимает, он говорит, ну зачем оно тебе надо, ну напиши отказ, то есть если тот врач мне говорил соврать, да, то этот врач мне уже говорит, пиши отказ, а у меня направление от моего врача, типа ТРВУССМ, вот от такого врача, вот в эту больницу, областную, так сказать, пиши, и вот у меня такая борьба начинается, ну что же мне делать, я молюсь, Господь, ну не знаю как, один врач одно говорит, другой врач другое говорит, как поступить, но я, опять-таки, да, я вспоминаю, как Господь вот был со мной, как он меня, значит, для чего-то он меня сюда привел, я принимаю решение остаться, остаться все-таки, лечь в эту больницу, и вы знаете, это было большим благословением эти сутки, на сутки я всего лишь мигла, палаты, это еще старая такая больница, семь человек лежит в палате, как обычно сонный час в больнице, все разговаривают, кто-то о себе, что-то рассказывает, и вот приходит моя очередь, и этим людям я просто засвидетельствовала о себе, кто я такая, как я попала, каким невероятным образом Господь был со мной в этой ситуации, но еще очень важно то, что вот Господь знает, вы знаете, наши немощи настолько, мне очень тяжело начать говорить людям о Боге, вот как-то вот, знаете, надо, чтобы как-то разговор пошел, но мне сложно найти эту ниточку, за что ухватиться, но ситуация произошла накануне Пасхи, и как раз очень прекрасная возможность засвидетельствовать людям о Господе, то есть мне даже не надо было, вот знаете, давайте я вам расскажу о Боге, это не будет выглядеть как будто бы спонтанно, нет, это будет как раз в свете того дня, в который происходят эти события, и я начинаю рассказывать о выходе израильского народа из Египта, то есть я им рассказала вот так вот, как будто бы с высоты птичьего полета, да, кто такой Христос, то есть почему произошли эти события, люди слушались с большим интересом, это было для них, понимаете, вот прямо как будто бы Дух Святой был на том месте, люди слушали, каждая подходила, молилась, не задавали вопросы, то есть мы провели, ну вот эти сутки, они были настолько благословенными, что они даже не хотели, чтобы я уходила, следующий укол у меня был назначен на третий день, я пришла, также им принесла цветы, всех поздравляла, мы также провели чудесное время, в то время, когда я была в сутки, я служила этим людям, кому-то еду принесли, потому что это хирургия, кто-то после операции подать, позвать медсестру, ну то есть вот такие вот бытовые мелочи, не каждому могут прийти родственники и помочь, просто служила этим людям, и вот вы знаете, на третьи сутки мне надо было следующее принять этот укол, я принимаю, но когда я пришла на седьмые сутки, получается, первый, третий, седьмые, совершенно была не та атмосфера, вот прямо чувствовалось, как будто бы, вот моё время уже прошло, всё, то есть поменялись люди в палате, уже не было всех, часть была людей, но я уже поняла, что говорить что-то, можно просто я забрала свои вещи и ушла, и в этом я вижу, что да, ситуация, в которую я попала, она как бы по моей вине случилась, но Господь и её использовал для своей славы, слава Богу. Приветствую вас всех. Есть хлеб в моём и в вашем доме, на завтрак, на обед, на ужин, бывает, стол очень скромный, бывает богатый, но кусочек хлеба всем нам нужен, он может белым быть и чёрным, лежать на скатерти, на блюде, он может свежим быть и чёрствым, но всё равно он хлебом будет, он нужен маленьким и взрослым, и хлеб пока у нас в достатке, не подбираем крошек-росыпь, но если хлеба нет, не сладко, все хорошо об этом знают, коль хлеба нет, наступит голод, при голоде хлеб вспоминает, и тот, кто стар, и тот, кто молод, хлеб быть совсем невзрачным может, но скрыта жизнь в нём для живущих, он нам рукой подарен Божий, без бытки щедро всё дающий, я хлеб, что в доме есть сегодня, с особым чувством отрезаю, и слава милости Господней, что вкус иного хлеба знаю, есть у меня хлеб настоящий, его вкушать всегда стремлюсь я, мне этот хлеб дарует счастье, хлеб жизни Господа Иисуса, впервые я его вкусила, когда Христу открыла двери, хлеб жизни подарил мне силу, любовь, надежду, радость, веру, хлеб жизни истинный, чудесный, в распятом сыне Бог дал людям, и тот, кто вкусит хлеб небесным, голодным никогда не будет, кто испытал духовный голод, пусть поспешит к столу Господню, и тем, кто стар, и тем, кто молод, в Иисусе жизнь дана сегодня. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...